МОСКВА 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 Для тех, кто привык под себя что-то настраивать Ладно, друзья, первые метры Тронулись вроде бы неплохо Едем абсолютно без проблем 15 эти тонн двигатель тянет 455, по-моему, коней У меня движок здесь на нем стоит Не особо такой мощный он И коробка у нас, по-моему, 12-ступенчатая, кстати Так, тут у нас через стоп На что-то у нас отсутствует трафик Скорее всего, я его, наверное, выключил Давайте мы на единичку его поставим Все, отлично, выбираемся Ну-ка, давайте цвет вам заодно покажу Уже при... Ну, все равно не передается Вот еще пока что такая пасмурная погода Раннее утро, он, ну, пока вот не передается Но он очень такой красивый Он классно так благородно на самом деле выглядит Обалденный цвет Мне капец как нравится Так, здесь нам нужно с вами будет выполнить правый поворот Нам уступают отлично Плюс ко всему у нас зеленый сигнал светофора Поворачиваем Так, ну, я думаю, мы здесь, в принципе, можем, да, перестроиться в правый ряд Отлично Прям так тихо в салоне на самом-то деле То есть, ну, современный грузовик Её просто-то, чё ты хотела, Лёша-то? Он стоит, наверное, капец, как я не знаю Вообще, что он, ну, тысяч, наверное, сто, сто двадцать, может быть, долларов Он по-любому стоит Я думаю, он обязан быть тихим Но, в принципе, звуки у него дефолтные Очень даже неплохие Прям реально неплохие Так, здесь без светофора мы уходим Вот эти странные колорадовские развязки Но они очень-очень удобные Прям внапруг он так идёт Отлично Выбрались на трассу Семьдесят у нас ограничения Но не думаю, что к нам оно тоже применимо Мы с вами поставим, наверное, где-то в районе Шестидесяти пяти Я думаю, чтобы всё у нас с вами было хорошо На бортовом компьютере где-то что-то там всё мерцает Всё моргает Но он такой весьма информативный, на самом деле, бортовой компьютер здесь Всё, двенадцатая передача Тысяча сто оборотов Даже меньше Тысяча пятьдесят Скорость Шестьдесят Ну, даже почти шестьдесят миль в час И всё И мы спокойненько едем И экономим солярочку Такой прям Мерседес-Мерседес Ну, как бы оно и не мудрено Что Вестерн Стар Что Фрейд Лайнер Они вот уже давным-давно под Даймлером И поэтому как бы вот сохраняется Это всё Вообще так, на самом деле Посади человека сюда Просто покажи ему Закрой значок на руле Посади его И покажи ему Вестерн Стар И Фрейд Лайнер Он, по-моему, хрен отличит Потому что, ну, они реально практически идентичные Минимальные какие-то различия Там имеются Но В остальном, в общем и целом В принципе, реально Всё то же самое Вообще Шумноват слегка Но разгоняется Всё Мотор у нас Притих Красота такая Вокруг Ну да, 70-ка красивая Это я уже вижу То, что она красивая Не зря вы мне вставляли Пистонов За то, что я позвал Эту дорогу скучной Not Блокет Я понял Чуть-чуть кренится он Как по мне Немножечко больше Нежели чем другие Грузовики Паркинг Аэрия у нас там Весьма красиво Так сделали Прямо ввели в сторону Скорость здесь по-другому Кстати, ощущается Не знаю почему Но здесь скорость ощущается Лучше Взять тот же Мак Или Вестерд Стар Вот держишь 65-70 Едешь Там это очень медленно Всё выглядит А здесь Прям Кайф Ощущение скорости Немножечко иное Не знаю с чем это связано Но Кстати в трафике Сразу каскадия появилась Это тоже для меня Удивление было Да Красиво Красиво Конечно Ничего не скажешь Да ещё и на таком Красивом трачке Это прям вообще класс Мерседесовский руль У нас опять же Полностью идёт Бортовой компьютер Это Ясно и дураку Что это Мерседес На Актрисе То же самое Практически Блин Адаптивного Кроиз-контроля Не хватает На самом деле Я надеюсь Что когда-нибудь Всё-таки дойдёт До разработчиков Сделать эту историю Но это очень удобно То есть тебе Не надо Постоянно там Тормозить Сбрасывать скорость Или что-то такое То есть просто Выставил её И всё И он едет себе Едет И своими системами Он уже либо подтормаживает Либо ускоряется Тем более Насколько мне известно Вроде бы как Даже в реальном Фрейдлайнере Есть такая система На Вольво По-моему Тоже она такая Присутствует То есть в принципе Как бы да Есть уже такие фишки Вот эти радары Которые спереди Там стоят И прочее 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 Аккуратно Подтормаживаем Ну да Красиво Здесь конечно Ё-моё Очень красиво Салон грузовика Ребят Блин Ну кайф Вообще Я молчу просто Вот после того Что было С Вольвой 780 Когда она вышла Ну извините меня Этот трэш Конечно вообще Конченный Я не знаю Как они Выпустили Вообще такое Почему они решили Это выпустить Недоразумение Я очень надеюсь На то что Со временем Ну либо 870 Новая Добавится Воль Или как там На 880 Я уже не помню Какие у них там Буквенные Сейчас обозначения И цифреные идут Очень хочется Мне все таки Чтобы не забыли Про старую 880 Чтобы ну как минимум Она была Вот именно Такого качества Ну блин Если она останется В том же исполнении Что и сейчас То я не знаю Это очень Очень странно Она очень сильно Будет контрастировать С текущими Грузовиками Блин Если даже сравнивать С Петербилтом Дефолтом Какой там 567 По моему И Кенвар 680 Вот эти вот Блин Она даже хуже Их выглядит Реально То есть Это просто Кошмар Какой-то Очень надеюсь На то Что будет Ремастер Этого грузовика Он в хорошем Качестве Выйдет Вот как минимум Как этот Фрейдлайнер Ну Либо тогда Просто забиваем И ждем Уже новой ВНЛ Что-то мне подсказывает Что будет Новая ВНЛ Она уже В следующем году Естественно Но вот Что-то мне кажется Что она будет Прям я в этом Очень сильно уверен Но хотя Есть еще Вестерн Старк Который сейчас Практически Голый И только Дьюти кабина Шасси Опять же Никаких нет Хотя вроде Там были заявлены Кабины большие Шасси другие Короче посмотрим Последите за камнями Я понял Может нам По кабине Камень Здесь что-ли Прилететь Не ну тут Красиво 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 Зря конечно Да Беру свои слова Обратно Друзья Зря я хаял Эту дорогу Думала Она типа Вообще Прям такая Скучная Скучная Будет Некрасивая Уродская Но она Кайфовая Здесь красиво Никуда Не спешим Потихонечку Едем Время Восемь утра Все у нас С вами Хорошо Ну-ка Хе-хе-хе Клаксончик Кайф И мне нравится То что Когда Отпускаешь Клавишу Не сразу Звук Обрывается Вот раньше Была такая Проблема Что когда Сигналишь Как только Ты клавишу Отпускаешь Звук Сразу Обрывается Здесь он Как бы Еще Продолжается И Доходит До конца Вот это Круто Давай Давай Разгоняйся Брат Я же Не могу Так Блин Ехать За тобой Кое Как Вот Не хватает Адаптивки Вот реально Не хватает Так бы машина Сама Просто Плавненько Под него Подстроилась И остановилась Так мне пришлось Топать Тормоз В пол Сбрасывать Скорость И потом Опять Переходить На круиз Контроль Немножечко Как бы Да Стремная Хрень Такая Вообще Даже Даже Третьих Дальнобойщиках Эта Херня Была В 2000 Каком Они вышли В 2009 Году 11 лет Назад Это уже Было Реализовано В дальнобойщиках Третьих Капец Адаптивный Круиз Контроль Он реально Был То есть Просто Ставишь И едешь За машиной Спереди Она Подстраивается Под нее Это Было Очень Круто Конечно Он тупил Когда у тебя Допустим Никого В полосе Нет И кто-то У тебя Перед носом Перестраивается Аааа Сразу Паника Такая У машины Была Типа Что Происходит Чувак Что За Хрень Произошла Давай Типа Немножечко Мы с тобой По другому Пути Пойдем Да Туманное Утро Какое-то У нас Прям Друзья Наверное Возле Реки Какой-то Идем Да Мы же Грузовики Идем Наверное Поэтому У нас Туманто И стоит Фрейд Лайнер Блин Ну капец Сейчас Получается По итогу Реально Все же Производители Грузовиков Есть Интернешнл Есть Вольво Есть Фрейд Лайнер Есть Петербилл Есть Кенбард Есть То есть Реально Вестернстар Тоже Еще Все Производители Грузовиков Которые В Америке Реально Выпускают Магистральные Сидельные Тягачи Они сейчас Есть В ТС Обалдеть Маг Тот же Еще Пожалуйста Про него Чуть я Позабыл Ну Сейчас Остается Дело Только Наверное За модельным Рядом Потому что Есть Еще Ну Что-то Типа Там Коронада Да Он там Называется Так Поинтересному Такой Ублюдок Прям Просто Капец Мне дико Не нравится Морда У него Стремная Такая Ужас Просто Не знаю Почему Они такие Решили Фары Ему Вообще Сделать Такой Передок Плоский Какой-то Вроде бы Классик Но в то же Время Что-то Странное Что-то Подобное Было У меня С Этим Господи Лон Старым Интернешнл То же Самое Вроде Формы Классические Но Какая-то Херня Вот Что-то Как-то Такие У меня Были Эмоции Здесь То же Самое Посмотрим Посмотрим Я все-таки Очень Надеюсь Что В 21 Году Вообще Ребят Забейте Я знаю То что Я вижу Эти комментарии То что Вы пишете Про бескапотники Их никто Не будет Добавлять Они никому Уже К вашему Сожалению Не нужны Это Прошлое Столетие Это Прошлый Век Эти Грузовики Официально Уже Не выпускаются Ну и Ладно То что Они ездят По дорогам Да Это Понятно Там И старые Старые Кабоверы Ездят Самые первые Фрейдлайнеры Но это Не значит То что Их надо Добавлять В игру Производителю Самому Ровно Так же Как и Разработчику Интересно Добавлять Новые Современные Модели Это Своего рода Реклама Того же Самого Фрейдлайнера На который Мы сейчас С вами Едем Так У нас С вами Судя по всему Подъем И причем Такой Достаточно Серьезный Потому что Машина Потухла Но пока Вроде Идем Ребята Тоже С противоположной Стороны Медленно Спускаются То есть Да Эти Каповеры Они Уже никак Не котируются Они официально Не выпускаются Да Вы сейчас Будете Говорить То что Аргаси Гросси Там Господи Все время Путаю Эти буквы Выпускаются Там Его можно Купить До сих пор Ребята Это называется Глайдер Кит То есть Это Грубо говоря Придворные Заводские Мини Компании Типа Как у нас На Автовазе Есть Контора Виз Которая Вот эти Кабдучки Делают Практически То же самое Грубо говоря Я всей кухни Не знаю Но Насколько Я осведомлен Может быть Я не прав Поправьте Меня в Комментариях Если что Вроде как Именно этим Они и занимаются Либо это Вообще Какие-то Сторонние Компании Ты просто К ним Приходишь Заказываешь Они уже На Фрейдлане Видимо Как-то Либо кабины Выкупают Либо еще Чем-то Занимаются Таким И уже Собирают Этот Трак Тебе Под заказ Это Называется Глайдер Кит Это Неофициальная Машина Которая Продается От официального Дилера Это Да Не путайте Пожалуйста Эти понятия Не будет Уже Этих Кабоверов Но Они Реально Никому Не нужны Правда Современная Игра Современный Мир Какой там Кабовер Да Это Круто Это Прикольно Это Классика Все Такое Но К сожалению Уже Нет Друзья Давайте Все Такие Шагать В современность Назовем Это Так Так Что у нас Тут Во Вот Сейчас Цвет Прикольно Проявляется Такой Шоколадный Оттенок У него Блин Обалденно Смотрится Мне очень Нравится Ребят Серьезно Прям Очень Нравится Так Братцы Мы с вами Подъезжаем К нашей Пуговке К нашей Стояночке На которой Мы наверное С вами И остановимся Я думаю Давайте Мы Посмотрим Карту Вообще Где Мы сейчас Находимся Практически Мы до него Уже С вами Добрались Ну здесь Осталось Туда ехать В принципе До Форд Коллинса Не так Уж И много В районе Там Скольки 130 миль И я Даже Если честно Не вижу Абсолютно Никакого Смысла Туда ехать Поэтому Давайте Мы наверное Свернем Именно На стоянку Именно Здесь Где Мы с вами Планировали Я считаю Что Тест Драйв Машина Прошла То есть Каких-то Особенных Там Характеристик У нее Конечно Же Нет Все Машины Здесь В Американ Траке Едут Абсолютно Одинаково Все Зависит Лишь Только От Вашего Стиля Езды От Того На Насколько Вы Мощно Там Поставите Себе Двигатель Или Что То В Этом Роде Все Они По Физике Едут Одинаково Единственное Что Я заметил Чуть Может Больше Кренет Не знаю С чем Это Связано Либо Это У меня Какие То Уже Глюки Пошли В голове Но У меня Такое Ощущение Возникло Что Чуть Чуть Больше Его Кренет Ну А так В целом Приятнейшие Звуки Для Дефолта Уж Прям Честно Хочу Сказать Я Очень Удивлен Классный Салон Обилие Кабин Как я Говорил В обзоре Их Очень Много Немножко Конечно Я правда Не понял Прикола С Зеркалами Да То есть Они у нас Только в двух Вариантах Исполнения Идут Либо Хром Либо Пластик Почему-то Под цвет Кузова Покрашенных Зеркал Я не Увидел Весьма Опять же Странная История Ну Ладно Понадеемся На вот эти Маленькие Микромодификации Которые будут Постепенно Все это Сюда Дело Добавлять Ну а так Друзья Блин Крутая Тачка Вообще Никаких вопросов У меня К ней нет Никаких Косяков У нее Реально Нет У этой Машины Прям Разработчики Молодцы Постарались Теперь нам Действительно Остается Ждать Лишь только Пополнение Уже Модификации От Производителей Я если честно Очень жду Новую Вольво Вот именно В таком же Качестве И в таком же Качестве Я жду Старую Вольво Но какие Ребят Грузовики Ждете Вы Пишите Пожалуйста В комментариях Также Друзья Не забывайте Пожалуйста Поставить Лайк На это Видео Если Оно Вам Понравилось Ну и В качестве Приятного Бонуса Ребят Подпишитесь Пожалуйста На мой Канал Если До сих Пор Не Подписаны Для вас Это мелочь А для Меня На самом Деле Это Очень Приятно И стимулирует На создание В дальнейшем Вот таких Интересных Роликов Все Друзья Пока Пока Увидимся